МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная программа Наши новости начинает работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Как по-настоящему удалось ли спасти от пожара пациентов в Барнаульской больнице результаты учений? В Кошкин дом окошко. Почему зоозащитники требуют не закрывать подвалы многоквартирных домов? Не забывается, кто был самым серьезным врагом в начале войны. Воспоминания ветеранов в цикле сюжетов к 9 мая. Больше 30 пациентов эвакуировали сегодня из 5-й городской больницы Барнаула. Причина – пожар в отделении цичелюстно-лицевой хирургии. Возгорание произошло в одной из палат. Несколько человек оказались в задымленном помещении и не смогли самостоятельно выбраться. Таков сценарий противопожарных учений, которые провели сотрудники МЧС и Краевого министерства здравоохранения. Как проходила спасательная операция и все ли выбрались из здания, расскажет Валентина Аскерова. По легенде, пожар произошел в палате номер 4. Там загорелась электропроводка. В момент возгорания там было 6 человек. Медики выявили 4-х. Остальные двое остались отрезаны от выхода. Их спасли спасатели, которые, кстати, приехали в считанные минуты. Такой тревожный сигнал сегодня услышали 32 пациента отделения челюстно-лицевой хирургии. О том, что будут проводиться противопожарные учения, их, конечно, предупредили заранее. Но сирена после страшной трагедии в Зимней Вишне все же заставила понервничать. Дыхательные маски, пожарные шланги, испуганные пациенты и уверенные спасатели – все как по-настоящему. Расчетные силы прибыли на место ЧП через 2 минуты после того, как сработала тревожная кнопка. Общими силами МЧС и медперсонала из горящего здания удалось вывести все отделение. К приезду спасателей уже персонал большую часть больных эвакуировал. Ну а спасателям осталось только найти двух условно закрытых дымом пострадавших. Благодаря слаженной работе медперсонала и сотрудников МЧС условное возгорание устранили меньше, чем за 20 минут. Это довольно быстро, говорят специалисты. Поскольку пожар постановочный, на место ЧП выехала всего одна машина. Но если бы была реальная угроза, приехало бы 10 бригад. Целью учений все-таки это была отработка навыков. Это была, как говорится, отработка действий персонала, чтобы мы могли не паниковать. У медперсонала учиться нам еще и учиться. Но, по крайней мере, действия сотрудников я оцениваю на хорошо. Противопожарные учения в больницах края проводят регулярно. С начала года проверили уже две больницы. В ближайших планах еще 11. Валентина Аскерова, Андрей Печоргин. Наши новости. В Барнауле началось распределение путевок в детские сады. Сегодня городской комитет по образованию опубликовал список ребятишек, которых зачислят в дошкольные учреждения в ближайшее время. Дополнительную комплектацию детсадов проведут в августе. В первую волну зачислили 8,5 тысяч юных барнаульцев. Список с именами детей обнародован на сайте городского комитета по образованию и на региональном портале образовательных услуг. Выдавать путевки будут в середине мая до конца июня. А с этого года их можно получить не только в комитетах по образованию, но и в самих детских садах, заведующие которых должны заранее обзвонить родителей малышей. В первую очередь путевки распределяют между льготниками, многодетными семьями с одним родителем и сотрудниками силовых органов. Учитывают также возраст ребенка в приоритете те, кому уже или вот-вот исполнится три года. Но вскоре, заверили специалисты, детские сады барнаула будут массово набирать и ребятишек ясельного возраста. Мы сегодня действительно включились в программу по переоборудованию групп, даже не групп, а тех помещений, которые могут быть использованы под ясельные группы. И порядка 16 детских садов у нас переоборудуют группу. Мы поставили их на капитальный ремонт. И думаю, что к первому сентября мы будем готовы принять туда детей. В августе обещают провести докомплектацию детских садов. И, возможно, еще одна волна зачислений пройдет осенью. Во благо котов Минстрой России решил изменить требования о запрете доступа животных в подвалы многоквартирных домов. Специальное отверстие для вентиляции предлагается не замуровывать, чтобы кошки могли благополучно перезимовать. В Барнауле к этой инициативе отнеслись неоднозначно. Ведь кошачье благополучие нередко оборачивается людскими неудобствами. Слово Анастасии Дороган. Бездомный четыре года назовем Мурзик. Для кота-одиночки вполне ухоженный и упитанный. Повезло жильцами многоэтажки. В этом доме по улице Телефона неравнодушных кошачьей доли немало. Ну, куда им битенок, куда им биваться? Жалко, они же тоже такие животные. Ну, там домики стоят для них. В подвал вход. Вот. Ну, два домика там. За домиком вход в вентиляционное отверстие. Его соорудила одна из жительниц, она же кошек и кормит. Встречаться с нами не захотелось за войны с остальными жильцами. Неоднократно люди видели, как на еду для кошек со всей округи приходят крысы. У нас женщина вот в каком-то четвертом подъезде, она говорит, я вначале подумала, это кошка. А потом, говорит, смотрю по хвостам-то, что это не кошка. Мы завариваем, она нанимает на свои деньги сварщика, тот приезжает с аппаратом, разваривает. Куда сложнее, объясняют в управляющих компаниях, разглядеть, например, блох, который заводится в шерсти бездомных животных. К идее Минстроя они относятся скептически. Знают, как от насекомых страдают на первых этажах. У людей были маленькие дети, в колыбельке спали и просто к ним попадали блохи. Кошки, собаки являются переносчиками различных чрезвеностоногих. Приходится постоянно проводить очистку, дезинфекцию и диоретизацию. В результате чего это все ляжет на плечи собственников. В этом доме только очистка подвала стоит 15 тысяч. Проводят ее, когда кошачью вонь становится невозможным терпеть даже в квартирах. Кстати, содержать и подкармливать бездомных животных в подвалах с декабря запрещает краевой закон. Человек, который подкармливает, он несет ответственность за это животное и тем самым выражает свое согласие на внесение этой ответственности. Но другой вопрос, можно ли здесь привлечь к ответственности, мне кажется, механизм отсутствует. Новый законопроект содержать животных тоже не разрешает, но рекомендует открыть доступ для ночевки и зимовки мурзиков. По новому законопроекту для кошек в продухах оставят отверстие 15 на 15 сантиметров. Средний статистический барсик здесь, конечно, пройдет, а более крупные представители или тех, кого кормят с завидным постоянством, с новым законом останутся без крыши над головой. Пока ни один из документов, ни краевой, ни новофедеральный, не прописывает правил подкормки животных без ущерба интересов жителей. Если зоозащитникам удастся отстоять законопроект, жителям дома на телефоне, похоже, придется терпеть хвостатых соседей, ведь дом у них все-таки многоквартирный. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Дороган, Александр Антропов. Ну а мы начинаем цикл, посвященный грядущему празднику. Наши герои – ветераны войны. Их осталось немного, но история каждого уникальна и достойна памяти. Наш сегодняшний герой был необычным солдатом или офицером. С первого до последнего дня войны он прослужил в войсках НКВД. Что правда, а что ложь в мифах о заградотрядах и СМЕРШе, выяснял Илья Кочетков. Ивану Егоровичу Меркушеву 96 лет, но о событиях более чем 70-летней давности рассказывает четко и ясно. Возможно, сказывается давняя выучка. Он начинал службу в войсках НКВД на границе с Финляндией. Задачей бойцов было задерживать немецких шпионов, за которыми приходилось охотиться в непроходимых карельских лесах и болотах. Но, говорит, в первые месяцы войны самым страшным врагом был скорее страх. Иван Егорович служил в одном из первых заградительных отрядов, что останавливали бегущих в панике советских солдат. Вот он, ну-ка сюда, вашего командира тащите. Ну, он спрашивает, что, куда дерешься, бежишь-то куда. А раз он бежит, так солдаты за ним бегут, естественно. Есть мины? Да есть сколько-то. А ну настраивай. На праздники. Но, говорит, с беглых командиров, тем более коммунистов, спрос был особый. Иногда после трибунала и расстреливали по законам военного времени. Начиная с 43-го года Меркушев служит в военной контрразведке. СМЕРШ – смерть шпионом. Говоря современным языком, он курировал выделенное ему артиллерийское подразделение. Я личный состав должен был изучить, знать, кто чем дышит. Изучи его хорошо, какое его настроение. Нет ли у него замашек убежать к немцам. Или какие-то другие самые. А тогда где-то, ой, первые годы, вон сколько бежали туда. И захватывали их, и бежали сами, бежали. Откуда-то взялись потом вот эти бандюги. Победу встретил в Эстонии, но служба его на этом не прекратилась. Надо было выявлять тех, кто во время войны сотрудничал с немцами. Выйдя в отставку, оказался в Барнауле, который стал для него новой родиной. К рассказам о зверствах НКВД и СМЕШ относится философски. Приукрашивать ничего не хочет, но уверен, без этой теневой и не всегда благодарной работы большой долгожданной победы над фашизмом тоже бы не было. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. Продолжаем выпуск. 70% сельхозпроизводителей края предпочитают пользоваться отечественной техникой. Это прежде всего кировцы и комплексы для почвопереработки. Прошлой осенью в крае узнали и об отечественных зерносушилках, которые не уступают по качеству зарубежным моделям. Зерносушилки Алтай – самая востребованная техника прошлой осени. Когда цена на урожай стала падать, сельхозпроизводители края стали покупать именно эти агрегаты. С ними было больше шансов сохранить урожай. Комплекс Агра выпустил эту сушилку, которая даже по своим параметрам превосходит те зарубежные аналоги. Цена в два с половиной раза. Обслуживание. Все производится практически здесь. Маневрено. К полному циклу производства сушилок компания комплекс Агра шла с 2011 года. Сейчас здесь освоили лазерную резку, перфорацию, применяют запатентованные за рубежом решения. Так, четырехвальцовая система дозировки и перекрестные потоки зерна делают просушку равномерной и технически выверенной. Лишь в таких агрегатах возможна работа с семечкой и рапсом. Электроника немецкая, горелки-вентиляторы американские. В стране, к сожалению, пока нет комплектующих соответствующего качества. Сегодня комплекс Агра производит полный цикл. Сушилки, а еще шнеки и нории для транспортировки и подъема сыпучих грузов. Продукцией компании пользуются больше двух сотен сельхозпроизводителей края. Ее качество оценили уже аграрии Сибири, Урала и Ростовской области. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Банк, который уже четверть века стабильно работает на территории края, открыл в Барнауле свое новое отделение 11 по счету. На Юрина 202 ждут и тех, кто за 25 лет ни разу не изменял Фурбанку, и новых клиентов. Фурбанк всегда стремился идти в ногу со временем, всегда динамично развивался. Неизменным оставалось лишь доброе и гостеприимное отношение к тем, кто хотя бы однажды распахнул двери банка. Главная фишка нашего банка, все-таки мы не на словах, а на деле пытаемся сохранить и сохраняем индивидуальные, личностные, хорошие отношения с нашим клиентом. Только за первые полчаса с момента открытия нового отделения, кстати, очень красивого и просторного, сюда заглянули несколько горожан. Мы зашли и нам понравилось, вот и льготные условия, процентная ставка нам очень даже понравилась. Надеемся, что мы станем клиентами банка. Несмотря на зрелый возраст, Фурбанк стремится быть очень современным. Даже цветовая гамма нового отделения непривычная. Яркий и дерзкий оранжевый сменил синий, который долгое время был в тандеме с белым. Одновременно с открытием классических банковских подразделений мы развиваем и современные цифровые сервисы, для того, чтобы наши клиенты могли получить полноценное банковское обслуживание в любой точке страны. Оформить кредит, положить наличные на депозит, обменять валюту, заплатить коммунальные платежи – все это можно сделать в новом отделении Фурбанка, расположенного в густонаселенном районе на Юрино-202. Эти люди уже не прошли мимо, теперь очередь за вами. Красиво, просорно, уютно. Будете ходить сюда? А куда я денусь? И о погоде спонсор прогноза погоды ООО «Аквамастер». Синеводье премиум – это натуральная, полноценная питьевая вода высшей категории качества. Добывается из скважины глубиной 210 метров. Для вашего удобства мы выпускаем воду разных объемов. Синеводье премиум содержит в оптимальных для ежедневного употребления пропорциях необходимы организму элементы и является сбалансированной водой для питья и приготовления пищи на каждый день. При заказе воды назовите оператору кодовое слово «Белокурихинская» и получите подарок. 26 апреля в отдельных районах края дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный порывистый. Температура в Славгороде, Бейске, Олейске и Белокурихе до плюс 17, в Змеиногорске – 16 тепла, 14 в Рубцовске, в Заринске – 9 градусов и плюс 7 в Камни-на-Аби. В Барнауле возможен дождь, ветер порывистый, ночью 4-6, днем 11-13 градусов выше нуля. Все новости к этому часу. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире. Иван Корнев на фронте 1942 года. В 1943-м вместе с передовыми подразделениями полка он преодолел Днепр, проложил телефонный кабель и установил связь с левым берегом. В течение суток красноармеец под огнем противника переплывал Днепр, исправляя повреждения на линии, участвовал в боях за удержание плацдарма. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Александр Старыгин на фронте 1941 года. В 1943-м, когда он переправился через Днепр, отражал многочисленные атаки противника. В рукопашной схватке заколол двух гитлеровцев, двух застрелил из винтовки. Гранатой уничтожил немецкий пулемет. За мужество, проявленное в бою, ему было присвоено звание Героя Советского Союза. От полученных ран Александр Старыгин скончался в госпитале в Румынии.